Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Тассер Заречный. Пять действующих резидентов и три потенциальных инвестора. Предприниматели все охотнее идут на территорию опережающего социально-экономического развития атомного города. Там очень хорошие льготы именно на фонд зарплаты. Мы сейчас на системе работаем на 33%. В Тассере это 7,6%. То есть это себестоимость продукции снижает очень сильно. Надо было заплатить налоги и спать спокойно. Всех должников, не расплатившихся с государством, ждут судебное разбирательство и визиты приставов. В связи с тем, что истекает срок по требованию, у нас сейчас начинается взыскание по статье 48 Налогового кодекса Российской Федерации. То есть готовится заявление о внесении судебного приказа. Спортивное творчество. Подведены итоги муниципального тура очередного этапа всероссийских спортивных соревнований школьников в президентские состязания. Здесь детям необходимо было совместить свои творческие навыки. То есть будь то вокал, хореография с навыками спортивными. И теперь об этих и других новостях подробнее. В ТАСЕР Заречный начал работать первый бизнесмен из нашего города. Он стал пятым резидентом территории опережающего социально-экономического развития, созданной в закрытом городе. Еще три потенциальных инвестора изучают возможность ведения бизнеса в ТАСЕР. О том, чем привлекательна открытие производств на территории опережающего развития и итогах трех лет реализации проекта, репортаж нашего корреспондента Ксении Тризны. Юлия Полькина чуть больше месяца назад вышла на новую работу. Теперь она диспетчер на предприятии «Атоммаш». Она контролирует производственные процессы, этапы изготовления и последующей отгрузки продукции. Пришла я сюда просто случайно, увидела объявление в газете, пришла, попробовала, мне понравилось. Коллектив у нас очень хороший, молодой, можно сказать, уже стабильный. Коллектив «Атоммаша» будет рад новым сотрудникам. Предприятие – один из резидентов территории опережающего социально-экономического развития в Заречном. Здесь изготавливают запасные части для маневровых тепловозов. Сейчас на предприятии около 38 сотрудников, но это только начало. Планируется, что на «Атоммаше» создадут 100 рабочих мест. Мы в первую очередь рассматриваем работников из города Заречного. В настоящий момент нам необходимы токарь, ориентировочно 5-6 разряда, фрезеровщик, все рабочие специальности. Мы открыты к предложениям, готовы предложить оформление по всем условиям трудового кодекса, полный соцпакет. На предприятии постепенно создаются новые производственные участки, например, участок термической обработки, а значит, потребуются и специалисты. На «Атоммаше» существует практика обучения. Новые сотрудники сначала выполняют работу, не требующую высокой квалификации. Получив необходимые умения и навыки, они переходят к более сложным производственным задачам. «Атоммаш» – один из пяти уже действующих в Тассер-Заречной резидентов. Еще три инвестора планируют присоединиться к проекту. Один из них – Олег Кузьмичев, генеральный директор производственного предприятия «Титан». В Тассер его компания займется изготовлением станочной оснастки и приводов для запорной арматуры. «Титан» существует уже около 15 лет. За это время предприятие успело сменить несколько площадок. Территория, опережающего социально-экономического развития, привлекла потенциального инвестора возможностью заняться предпринимательской деятельностью на выгодных условиях. Там очень хорошие льготы именно на фонд зарплаты. Как бы самая налогооблагаемая база, которая есть, это на фонд зарплаты. Там 33% мы сейчас на системе работаем, там 33%. В Тассере это 7,6%. То есть это себестоимость продукции снижает очень сильно. Это как бы существенно. Сейчас в цехах «Титана» трудятся около 20 человек. Это число планируется увеличить вдвое. При реализации проекта порядка еще 20 человек будет рабочих мест. Вы были сейчас в цехе, вы видели, да, то есть у нас как бы один человек, один оператор работает на нескольких станках. Мы не собираемся раздувать штат, мы просто платим хорошие зарплаты. Олег Кузьмичев станет первым зареченским бизнесменом, который войдет в Тассер. Территория опережающего развития в нашем городе существует с 2018 года. Этот проект развивается в 8 городах присутствия госкорпорации «Росатом». Уже свою деятельность реализуют 43 резидента с планируемым объемом более 7 миллиардов рублей и планируемым созданием рабочих мест практически 2000 рабочих мест. Поэтому, если учесть, что в периметре ТВЭЛ, дивизиона ТВЭЛ госкорпорации, где-то около 21 резидента, то на остальных 6 приходится 22 резидента. И 5 в Тассер зато – это достаточно серьезный, достойный результат. Сейчас продолжается работа с потенциальными резидентами. Кроме этого, идет подготовка площадок Тассер. Здесь нужно создать необходимую инфраструктуру, чтобы предприниматели могли как можно быстрее приступать к организации производства. Это сделает территорию опережающего социально-экономического развития в Заречном еще более привлекательной для возможных инвесторов. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, Телерадио, компания «Заречный». Подробнее о реализации проекта по созданию в Атомградах территории опережающего социально-экономического развития в эксклюзивном интервью нашей съемочной группе рассказал генеральный директор акционерного общества «Атомтор» Николай Пегин. Смотрите сразу после рекламы, а пока к другим новостям. Более полутора десятков зареченцев в течение последней недели января обратились за медицинской помощью и за травм, полученных в результате падений на скользкой дороге. Оттепели, чередующиеся с заморозками, приводят к образованию гололеда. Кроме того, коммунальные службы еще не до конца ликвидировали последствия снегопадов. Работы хватает. Наш корреспондент Наталья Елистратова выяснила, как организована уборка снега и устранение наледей, и кто отвечает за содержание дорог и тротуаров в безопасном состоянии. Тротуары расчищены, внутриквартальные пешеходные дорожки приводятся в порядок. Автомобильные дороги посыпаны песко-соляной смесью. В Заречном продолжается активная работа по уборке снега. Обработка проезжих частей ведется силами комбината благоустройства. Во дворах наводят порядок управляющей компании. У каждого дома есть земельный участок, который определенно стоит на кадастром учете. Вот это зона ответственности уже управляющей компанией, ТСЖ, непосредственная форма управления у нас тоже есть. Поэтому это зона их ответственности. Но в принципе мы от всех требуем, что от управляющей компании, что от муниципальной организации, чтобы людям не доставлять неудобства, чтобы до момента выхода людей из подъездов территория была ли посыпана, обработана или почищена. Коммунальные службы, как правило, быстро устраняют последствия снегопадов во дворах и на проезжих частях города. Но успеть моментально и везде задача невыполнимая. Сразу все убрать нельзя. Там даже если идет тяжелый трактор, он не все сразу собирает. И приходится несколько раз проезжать по одной и той же территории, причем в разные дни, для того, чтобы этот снег оттаял после посыпки. Зареченцы с пониманием относятся к работе коммунальных служб по уборке снега и наледи с дорог и тротуаров. Ну, маленько с опозданием, но нормально. Можно их понять, дворников. Им тоже тяжело. Можно как-то и простить. Ну, где-то чищено, где-то не чищено. Сейчас иду, вроде бы, снегу, говорю, много. Ну, дорожки протоптали. Вот я ходил полегоньку и дошли, поехали на автобус. По словам заместителя главы городской администрации, на окончательную расчистку дорог и тротуаров от снега потребуется еще некоторое время. Илья Дильман добавил, что песко-соляной смесью пешеходные тропинки будут обрабатываться по мере необходимости. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». И об эпидемиологической ситуации. За минувшие три дня число выявленных случаев COVID-19 в России увеличилось более чем на 55 тысяч. Таким образом, всего с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 3 миллионов 860 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Более 3 миллионов 300 тысяч из них выздоровели. Свыше 73 тысяч 600 пациентов спасти не удалось. В Пензенской области число заболевших за все время приблизилось к 33 тысячам. С 30 января по 1 февраля COVID-19 выявили у 669 человек. Среди них 56 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Выздоровели с начала пандемии более 26 тысяч пациентов. Скончались 382 человека. В Заречном за последние трое суток подтверждено 18 случаев коронавируса из числа ранее выявленных. Почти пятая часть зареченцев, обязанных оплатить имущественные налоги, до сих пор этого не сделала. Расплатиться по счетам они должны были до 1 декабря прошлого года. Налоговики дважды продляли срок добровольной уплаты обязательных платежей, но и этого оказалось недостаточно. Теперь же должников ждет малоприятная процедура взыскания с судом и визитом приставов. Однако еще остается возможность расплатиться по долгам, не дожидаясь ареста счетов и описи имущества. С подробностями Елена Степкина. Около 20% начисленных имущественных платежей налогоплательщики не заплатили в установленный срок. Всем должникам были высланы требования об уплате налогов и выделен срок для погашения долга. Однако и в этот период рассчитались по налогам не все. Теперь сотрудники налоговой инспекции готовят обращение в суд. В связи с тем, что истекает срок по требованию, у нас сейчас начинается взыскание по статье 48 Налогового кодекса Российской Федерации. То есть готовится заявление о внесении судебного приказа. Данное заявление будет направлено в Мировой суд. И вот пока у нас идет, соответственно, судебное разбирательство, налогоплательщик также может исполнить обязанность по уплате налогов. Судебные приказы сотрудники Федеральной налоговой службы будут направлять или работодателю для взыскания платежей заработной платы, или в банки для списания долга со счета физического лица, или судебным приставом. Когда судебный пристав возбуждает исполнительное производство, налогоплательщик будет оплачивать исполнительский сбор. Согласно закону об исполнительном производстве, он составляет 7% от суммы взыскания. Также дополнительно, когда выносится судебный приказ, выносится исполнительный лист на госпошлину. Это тоже обязанность оплаты налогоплательщика. Оплатить долг, не дожидаясь ареста счетов или получения постановления от судебного пристава исполнителя, можно. Вариантов перечисления платежей несколько. Можно обратиться в налоговую инспекцию и там получить платежный документ с указанной суммой долга и начисленной пене. Погасить долг можно и с помощью интернета на сайте налог.ру или в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». 17 пожаров произошло в Заречном в 2020 году. Сотрудники 22-го спецуправления вывели из горящих помещений 5 человек и спасли от огня материальные ценности на сумму более чем 2 миллиона 800 тысяч рублей. Причина почти всех возгораний – нарушение противопожарных правил. За первый месяц этого года пожаров в нашем городе не было, и это главный результат профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками МЧС. Из очередного рейда по гаражным кооперативам и квартирам так называемых «социально неадаптированных граждан» – репортаж Ксении Тризны. Помните, уходя отключать электроприборы, если есть отописанные приборы, все, не пользуются неисправными розетками. Профилактика лишней не бывает, уверены сотрудники Государственного пожарного надзора. Поэтому снова идут в рейд, чтобы напомнить зареченцам правила безопасного обращения с огнем и предотвратить возгорание. Владельцам гаражей напомнили, что в помещении гаража запрещено проводить пожароопасные работы, хранить старую из-под горючего, само горючее и масла, использовать открытый огонь для освещения помещений или для подогрева двигателя. В зимнее время актуальной становится тема обращений с электрическими обогревателями. Их нередко используют для создания комфортной температуры в помещениях. Сотрудники МЧС подчеркивают, нельзя применять самодельные или неисправные приборы, запрещается накрывать обогреватели и сушить на них одежду. Перед использованием непременно нужно изучить инструкцию по эксплуатации. Также участники рейда напомнили зареченцам порядок действий при пожаре. При обнаружении пожара или его признаков, таких как задымление, запах гари или другое, необходимо немедленно позвонить в пожарную охрану по номерам телефонов 01 со стационарного телефона и 101 или 6080-01 с сотового телефона. При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию. После этого нужно эвакуироваться из помещения. Об этих правилах безопасности сотрудники МЧС еще раз рассказали не только владельцам гаражей. Они посетили и квартиры социально неадаптированных зареченцев. Всем горожанам специалисты Госпожнадзора раздали специальные памятки с жизненно важной информацией. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». И о спорте. В завершающие январские выходные в Заречном открылся сезон лыжных соревнований. Обычно они начинаются после того, как ляжет снег и появится возможность проложить лыжную трассу. Но 2020 год с его пандемией внес коррективы и в спортивный график. Первыми на старт гонок вышли участники 59-й спартакиады трудовых коллективов. Разыгравшийся оттепель не отпугнуло любителей лыжи. И на старт вышли более 100 спортсменов. С первых в сезоне лыжных соревнований репортаж Светланы Теплухиной. Первый лыжный старт сезона 2020-2021 годов. Лесные трассы зареченцы-любители зимнего спорта обкатывают уже давно. А вот на соревнования вышли впервые. Открыли череду состязаний представители городских трудовых коллективов. У нас лыжные гонки при таких погодных условиях стоялись. Это соревнования в зачет 59-й спартакиады трудовых коллективов. У нас традиционно две группы. Команда 10 человек. В зачет идет 4 мужских результата и 1 женский. Стремящаяся к нулю температура, высокая влажность, начавшийся снегопад. Никакие погодные капризы оказались не способны смутить настоящих лыжников. Порадовал сегодня снег выпавший, хотя в то же время он затруднил скольжение. Вчера лыжи по льду-то, конечно, не слились, а сегодня пришлось прилагать усилия. А в целом настроение очень хорошее, организовано все хорошо, лыжня укатана, погода радует. Дикая тяга к спорту. Любовь к лыжам. Все с детства, со школы, предприятие не дает забывать. Нельзя же подводить свою команду. Поэтому мы тут, как тут всегда. Такой патриотизм проявили представители девяти команд, участниц городской спартакиады. Лыжный спорт с полным правом можно назвать любимым зимним занятием зареченцев. Как только выпадает снег, спортсмены-любители выходят на лесные трассы. Лыжи привлекают прогулкой по зимнему лесу, общением с единомышленниками, физическая активность. И когда хорошая погода, скорость, солнце, это очень замечательные ощущения непередаваемые. Я думаю, много людей уже разделяет нас в городе, поскольку любителей прибавляется с каждым годом. Лыжный спорт меня привлекает своей эстетичностью. Это можно сравнить с танцами. У нас более ограниченный набор движений, но все равно грация и эстетика примерно на том же уровне, как и в танцах. Со стороны действительно кажется, что лыжники движутся легко и непринужденно, словно танцуя. Несколько минут и вот уже трехкилометровая дистанция позади. В командном зачете победителями в своих подгруппах стали заводчане и медики. Лучшие личные результаты у мужчин у Андрея Полуянова и Руслана Орлова. Лидерами среди женщин стали Алла Чурилова и Марина Сысоева. Лыжный соревновательный сезон продолжится уже в ближайшую субботу, 6 февраля. В этот день запланированы эстафета в рамках 59-й спартакиада трудовых коллективов, а также первенство города по лыжным гонкам. Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Подведены итоги одного из этапов всероссийских спортивных соревнований школьников – президентские состязания. Однако это не места на пьедестале за самые быстрые секунды или крупный счет в игре. Впервые в рамках спортивных состязаний был проведен творческий конкурс. Эта дисциплина введена из-за коронавирусных ограничений, и первый опыт стал успешным. Хорошо подготовленные физически школьники оказались и весьма креативными в творчестве. Рассказывает Елена Степкина. Лыжный спорт – нелегкая работа, а, сказать точнее, тяжкий труд. Ну а по душе кому охота заниматься им, тот значит крут. Зареченские школьники подготовили видеоролики на тему «Это гордое слово победа». Задания ребята выполнили в рамках муниципального этапа президентских состязаний. В программу этих всероссийских спортивных соревнований теперь включена новая дисциплина – творческий конкурс. В этом году решили провести в первый раз, потому что традиционные соревнования из-за пандемии пришлось отменить. Такие, как баскетбол, волейбол в том году учебном. В этом году, надеемся, все-таки проведем. И чтобы у нас в программе «Спартакеада» сохранялось достаточное количество зачетных видов, решили ввести творческий конкурс в программу «Спартакеада». Здесь детям необходимо было совместить свои творческие навыки, то есть будь то вокал, хореография, с навыками спортивными. То есть каждый из ребят должен был представить, чем они занимаются, каким видами спорта они представляют. По условиям конкурса в команду каждой школы входили по 6 или 8 человек из одного класса. Кроме видеоролика, ребята подготовили визитки, где рассказали о своей команде. Тему видеоработы «Это гордое слово победа» школьники раскрыли по-разному. Одни связали ее с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, другие со спортом. Мы представляли свои виды спорта, как они полезны для жизни и для здоровья. Спорт поддерживает здоровье. Из-за спорта у нас появляются новые силы, и мы хотим двигаться дальше. Надо заниматься, чтобы свое здоровье как-то улучшать. Надо заниматься, чтобы держать себя в отличной форме, чтобы всегда быть готова к трудностям. Мы показывали чирлидинг, мы танцевали, учились, репетировали, а потом отсняли это и отправили на конкурс. До этого мы участвовали в соревнованиях по чирлидингу и заняли второе место. Мы там добавили несколько элементов и поддержек. Мы здесь все занимаемся танцами, и из-за того, что мы танцами занимаемся, нам помогло. И мы в школе буквально за 45 минут почти поставили танец. Победителя определила конкурсная комиссия. Одними из основных критериев оценки стали сценическое мастерство и мультимедийное сопровождение. В результате третье место завоевала команда 225-й школы. Второе место у ребят из 220-й. Победителями стали ученики школы номер 222. Еще одну команду, которая получит приз, выберут за Реченца. В социальной сети ВКонтакте в группе «Физическая культура в образовании» в городе Заречном размещены видеоролики всех участников муниципального этапа президентских состязаний. Там же все пользователи могут проголосовать за понравившуюся им работу. Итоги опроса будут подведены 5 февраля. Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Через несколько минут смотрите эксклюзивное интервью генерального директора акционерного общества «Атомтор» Николая Пегина, которое он дал нашей съемочной группе в ходе недавнего визита в Заречный. Территории, опережающего социально-экономическое развитие в городах присутствия госкорпорации «Росатом», реалии дня сегодняшнего и перспективы. Реклама будет недолгой, не переключайтесь. А я с вами прощаюсь. До встречи на канале Заречный. Сосиски молочные оригинальные 149 рублей. Мега-выгода в Скидкина. Субтитры создавал DimaTorzok Осенью 2019 года мы уже встречались с вами, вы приезжали в Заречный. И на тот момент была стояла задача, собственно, познакомиться с площадками, познакомиться с потенциальными резидентами и определить, чего же нам не хватает или хватает, и как нам вообще дальше существовать с тем, чтобы реализовать проект ТАССР на территории Заречного. Вот сегодня вы снова в городе. Что с тех пор изменилось, к чему мы пришли, какой прогресс вообще виден? Несу маленькую поправку. Не снова в городе. Мы в городе постоянно присутствуем. И последний раз мы были и в ноябре, и в декабре. И, соответственно, для нас территория опережающего развития, которая создана в Пензенской области, на территории города, ну, наш рабочий организм, и поэтому мы не управляем с Москвы. Здесь у нас есть полноценный представитель, и сейчас сформируем структуру. Поэтому жизнь идет, жизнь продолжается, и как в нормальной семье, есть задачи сегодняшнего дня, завтрашнего дня. Так что мы двигаемся. Если говорить о предварительных результатах, то напомню, что территория опережающего развития была создана в 2018 году, летом, и уже в этом году будет праздновать свой трехлетний период. За этот период, конечно, наверное, планов было больше, чем те результаты, которых достигли. Но, тем не менее, свою деятельность на территории опережающего развития уже реализуют пять резидентов. Пять резидентов – это различные, в различных областях экономики. Это и строится комбинат по строительным материалам, это и производство очень важных, скажем так, элементов в строительстве, и не только в строительстве, это электроды, производство электродов. Это и компания «Атомаш», которая производит уникальные детали для ремонта локомотивов. В общем, это действительно нормальная, полноценная жизнь. Конечно, я еще раз повторюсь, хотелось бы, наверное, большего, но вот для этого как раз мы решаем много организационных задач, которые позволят нам, во-первых, отремонтировать тот имущественный комплекс, который у нас есть, и даст возможность привлекать инвесторов еще в большем количестве. Я считаю, что на сегодняшний день, ну, скажем так, тот объем имущественного комплекса, как мы говорим, инвестиционный объем, он уже практически заполнен, и дальше нужно уже ремонтировать, готовить площадки и продолжать продвигать территорию. Ну, а заинтересанты есть, на вкус уже попробовали, поэтому мы выполняем свою миссию и свою задачу. Если мы уже заговорили об вот этом имущественном фонде, мы вот в течение года выезжали в объезды, видели, что там меняется, в принципе, к лучшему ситуации с инфраструктурой еще. Какие еще задачи предстоит решить вот по этому вопросу? Хотелось бы, чтобы это были и дороги, и коммуникации, и резиденты, которые подходят, сразу могли бы подключаться к той инфраструктуре, которая ей необходима. На сегодняшний день, да, решен вопрос интернетом, на сегодняшний день решены вопросы где-то внутри площадки непосредственно к нашим резидентам. Благодаря одному из наших резидентов решена задача подключения к газу, но мы считаем, что это еще недостаточно. На сегодняшний день, как я сказал, требует ремонта 705-й корпус, и в конце прошлого года мы провели конкурсы, в принципе, начали работы, ставим перед собой задачу в течение первого полугодия решить эти задачи, и это даст возможность нам еще привлекать большее количество инвесторов. Честно, Заречен, это не единственная территория, опережающая социально-экономическое развитие на территории страны. Вот по сравнению с другими, как мы смотримся вообще на этом фоне? Неплохо. На сегодняшний день на территориях опережающего развития, которые входят в контур госкорпорации Росатом и расположены в восьми зато, уже свою деятельность реализуют 43 резидента с планируемым объемом более 7 миллиардов рублей, планируемым созданием рабочих мест, практически 2000 рабочих мест. Поэтому, если учесть, что в периметре ТВЭЛ, дивизиона ТВЭЛ госкорпорации, где-то около 21 резидента, то на остальных 6 приходится 22 резидента. И 5 в ТАССР зато, это достаточно серьезный, достойный результат. Поэтому тот потенциал, который есть в ЗАТО, та работа, которая сегодня делается, и та вовлеченность прежде всего и города в лице главы, и правительства Пензенской области в лице и губернатора, и прежде всего, наверное, председателя Набсовета Симона Николая Петровича, в общем-то, дает возможность прежде всего выйти на этот уровень, дала возможность выйти на этот уровень. Ну и второе, та не надежда уже, а те планы, которые у нас есть, они, в общем-то, реализуемы. Все зависит именно от наших организационных физических возможностей это решить. Но, как я уже сказал, желание у инвесторов приземлиться на территории переживающего развития Пензенской области здесь зато есть. Есть ли, например, сейчас какое-то количество инвесторов, которые интересуются, присматриваются? Назовем так, списки потенциальных, у нас как минимум три инвестора. Один из них как раз хотел, мы хотели сейчас провести с ним переговоры. Поэтому потенциал есть, это при том, что мы пока не очень активны в продвижении. Потому что, я еще раз подчеркну, наша задача сначала сформировать инфраструктуру, чтобы наши резиденты не ждали, когда мы будем их догонять, создавая инфраструктуру, и после этого уже проявить свои активности с точки зрения продвижения и предложения для потенциальных инвесторов, которые сегодня изучают эти возможности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok